Виктор Моначенко работает в детской больнице уже 34 года. Сейчас он как врач первой категории получает 1400 гривен. В последний раз поднимали зарплаты в июле на 22 гривны. А сентябрьского повышения чудес также не ждет. Конечно, учитывая постоянный рост цен на коммунальные услуги, на продукты питания, на бытовую технику, конечно, это явно недостаточно. Я повышения сейчас не жду и я единственное, что хотел бы, чтобы не росли цены. Учителя тоже подобные инициативы правительства воспринимают с недоверием. Говорят, зарплату повышают в среднем раз в три месяца. Вот только на очень маленькие суммы. Сейчас учитель высшей категории получает около 2000 гривен, а молодой специалист, придя на работу, вдвое меньше. Отсюда и проблема с кадрами в школах. Это достаточно мало. Молодой человек на эти деньги содержать семью не может. Это должна быть однозначно поддержка либо родителей, либо мужа, жены и так далее. Для молодого специалиста достаточно мало. Оплата труда бюджетников происходит по единой тарифной сетке, говорят чиновники. Начисления зависят от стажа, квалификации и образования служащего. С декабря 2010 по декабрь нынешнего года зарплата бюджетников вырастет в среднем на 200-300 гривен. Несмотря ни на что, правительство держит свое слово, выполняет и, мало того, будем говорить так, ускоряет решение важнейших вопросов, а важнее, чем социальная сторона вопроса на сегодняшний день нет. Поднять доход бюджетников до уровня металлургов и шахтеров новым повышением не удастся. Сами учителя и медики его и не ждут. Они уверены, что дело вовсе не в окладе. Ведь цены на коммуналку и продукты растут гораздо быстрее их зарплат. Дмитрий Шибалов, Роман Фролов, Панорама. Продолжение следует... Продолжение следует...